Так, и теперь маску. Хорошо, я работаю, но все, ладно? Так. Я сама работаю, но все. Так. Привет, мои дорогие. Присоединяйтесь быстрее, потому что скоро мы закончим с уходами, с мутьем головы, и будет кудеть фен. Поэтому пока есть возможность пообщаться. Я, кстати, совсем забыла про прямые эфиры. Вот, сегодня давайте по-быстрому пообщаемся на самые любимые темы. Я сегодня крашусь и стригу концы, которые вас так раздражают. Сталина, помахай ручкой. Помашай ручкой. У своей незаменимой Сталины. Вот, привет, рады видеть взаимно. Сегодня будем обстригать мои концы. Да, они меня тоже замучили. И, кстати, на море они подсохли. И, короче, я поняла, что их надо резать. Вот, пучай, но отрастет за зиму. Давайте с вами пообщаемся. Про Катю. Давайте сразу скажем про Катю, потому что очень много негатива я испытываю после каких-то постов своих, где я пишу только о своем мировом ощущении, ни в коем случае не задевая мою сестру. Вот для всех, кто пытается меня уколоть, проклинать, что я такая плохая, на контрасте сказать, я хочу быть хорошей. У меня своя жизнь и свои события, иногда приятные, иногда не очень приятные, которые происходят в моей жизни. Исходя из них, я пишу свои посты, потому что это то, что у меня в душе. То, что касается моей сестры, я всегда переживаю за нее, очень ее люблю. Никогда ее не брошу. И всегда буду на связи, на подмоге 24 на 7. Если вы чего-то не увидели в Инстаграм, как я там сижу и вытираю Кате слезы, поверьте, Катя написала о своей ситуации в жизни только потому, что вы будете задавать вопросы из уважения к зрителю, из уважения к тем людям, которые читают ее блог, потому что она уезжает в Питер, она уже сейчас в Питере обустраивается. Не потому, что она хочет, чтобы ее жалели, не потому, что она жертва. Сейчас у Кати переломный момент, она меняет в своей жизни то, что считает нужным. Она поступает так, как считает нужным, как подсказывает ей сердце. Это ее выбор. Я всегда ее поддержу. Если у меня какая-то будет ситуация, о которой вы будете задавать вопросы, вот что-то вы увидите. Я понимаю, что меняется жизнь, допустим. Я обязательно тоже об этом напишу. У меня сейчас тоже очень много происходит ситуаций в жизни, но они не носят тот характер, о котором, ну вот чтобы писать, да, нету такого, что люди видят, а я молчу, допустим, да, нет такого. Поэтому я, может быть, не все считаю нужным писать. Но что касается моей семьи, почему именно Питер? Потому что так Катя решила. Это ее решение. Вы мне все писали, хорошая сестра ключи кинет, ключи ей в карман, и молча уйдет. Ну, это все говорится, когда смотришь в чужой кошелек и завидуешь. На самом деле у Кати есть своя, свое видение проблемы. Катя любит комфорт, да. Она будет жить в трехкомнатной квартире в Санкт-Петербурге, а не в однушке, там, допустим, Богородском. Нет, да, то, что чем я могу помочь? Неужели вы думаете, что я своей родной сестре не помогла, что я не звонила ей? Конечно, фейковый развод. И вывезла вещи из квартиры. Тот, кто не верит, и если вы пишете, допустим, такие гадости, что там у Кати фейковый развод, или я там такая плохая, то это только ваш внутренний мир, в котором петит вот эта вот грязь, понимаете? Это даже не обидно, вы не трогаете. У нас цвет волос, у меня цвет волос такой, как мне сделала Сталина. Вот, я всегда ей доверяю, всегда это такой хороший цвет. И сегодня, я еще раз напоминаю, для меня это очень важно. Сейчас, во-первых, растущая луна, во-вторых, мы будем срезать сухие концы. Сейчас сделаем уход. Какая фирма краски стоит? Дайвенос. Дайвенос. Я даже выговорить не могу. Я не оправдываюсь, Наталья, я не оправдываюсь. Просто мне очень обидно за тех людей, которые действительно искренне переживают, и вот они так дезинформированы. На самом деле, уходить можно не только из-за того, что муж изменяет, и Катя действительно резкая причина, но это только Катина причина, это только ее секреты, и поэтому я не буду о них говорить. Очень жаль, что получилось у Катюши, но все, что не делается, все делается к лучшему. И знаете, когда жаль? Вот жаль, когда женщина всю жизнь проживет и так и не сделает того, что нужно было бы сделать. Допустим, живут и с изменниками, и с алкашами, и с наркоманами, и с недостойными. И только когда ей в старости исполнится, ну не в старости, ладно, ей исполнилось 50 лет, и она поняла, что она всю жизнь прожила, не любя, допустим, с нелюбимым. Но я так абстрактно преувеличиваю сейчас, рассказываю, чтобы вы ни в коем случае не начинали искать причину Катиной ситуации. У нее другая причина, я ее расскажу. Но вот, когда женщина понимает, что всю жизнь она прожила не там, не с тем, не так, вот это очень жалко. А когда человек пытается решить свои проблемы и делает свою жизнь такой, как он хочет ее прожить, тут просто нужна поддержка. Просто если вы так переживаете за Катей, вы можете написать ей пару хороших слов в личку, да? Вы можете поддержать ее, вы можете предложить свою помощь, если вы хотите помочь, да? Вот и все. Так, друзья, еще такой вопрос. Я обращаюсь к Щелково. Щелково-Фрязино. Посоветуйте, пожалуйста, мне, будьте так любезны, ремонтную бригаду, проверенную. Все ребята, с которыми мы раньше работали, загружены вот так. И пока мы ездили на свои моря, они взяли объекты. Поэтому очень прошу мне в личку написать контакты. Ну, либо если вы сами занимаетесь, если ваш муж занимается, рассмотрим все предложения. Работы у нас на Московской немного. Там нужно будет сделать демонтаж обоев, демонтаж пола. Чуть-чуть подштукатурить, поменять обои и уложить ламинат. Я думаю, что это немного. Вот. Такая вот быстрая работа. Мне нужно именно, чтобы люди могли начать в августе. Вот. Какие-нибудь свободные люди. Поэтому буду очень-очень благодарна. Понимаете, блогерша, такое мерзкое слово, если честно. Понимаете, мы все люди. И у кого-то есть то, что личное, то, что болит, то, о чем ты не готова говорить. Сталина, так приятно. Да, температура кайф. Давай, на затылочек. Вот. А так, потом контакт с салона. Хочу тоже посмотреть, что за красота. Я обязательно покажу на видео. Для меня очень важный момент. Я стригусь, потому что это очень-очень редко бывает. Вот. И я сниму на видео. Я обязательно оставлю контакты. Салончик действительно очень уютный. Находится во хрясине. Вот. Я очень переживаю за Катю, потому что я вижу, как ей все это дается. Очень тяжело выходить из зоны комфорта, решать какие-то свои проблемы самой, принимать решения быстро, принимать их и понимать правильно, неправильно. Я вот в этом плане переживаю за нее. А то, что она пишет сама своей рукой свою жизнь и не выбирает роль жертвы, которая молчит и терпит, допустим, меня очень радует. Потому что я сама не готова молчать и терпеть, я не готова молчать и терпеть, и я пришла к этому недавно. Привет. Привет. Я тоже измеряюсь. Привет. Вот почему не предложили Кате пожить в одной из ваших квартир, я уже ответила. Давайте мы не будем концентрироваться на моем достатке и пытаться его кому-то предложить. Люди работают для чего-то же. Классно, да, классно. Сталина моет голову, уже и массажик сделала, и все мне тут. Выглядите просто секси, как питаетесь. Отказывайте в слазе. Но на самом деле, сейчас видите, бугры немножко на лице. Это вчера при уребентализации прокололи. А так-то мне в конце ноября сделали липофилим. Такой замечательный доктор Мамедов, доктор Мамедов, Русик Мамедов, сделал волшебную процедуру, которая сейчас как раз вот сейчас почти ушел отек. Чуть-чуть на животик еще в одном месте осталось. Но это из-за того, что там собиралась сиропа. То есть у каждого по-своему реагирует организм. И я просто сейчас кайфую просто от своего тела. Такие странные люди. Катя пока не рассказывает. Вы у Юли пытаетесь узнать информацию? Конечно, конечно. Я не расскажу вам, потому что это секреты моей сестры. Это святое, как говорится, да? У вас густые волосы от природы или вы что-то делаете? У меня, если честно, не густые волосы. Ну как, они хорошие, но они очень тонкие, послушные. И просто я их не стреку, да? Давайте уже про какие-то жизненные ситуации, какие-нибудь советы, может, вам раздам. Потому что обязательно я это видео сохраню у себя в ленте. Как я и делаю. Я изменилась в хорошую сторону. Спасибо большое. Передайте, пожалуйста, Кате большой привет и слова поддержки от меня. Пусть все у нее будет хорошо. Я передаю привет ей каждый день. Я всегда ей звоню, поддерживаю. У нее, безусловно, будет все хорошо. Потому что она молодая, красивая, умная, талантливая, с ресурсами, с замечательным сыном. У нее все будет хорошо. У нее все будет хорошо. Если бы она обратилась ко мне, я и предлагала, если бы она принимала этот вариант, мне было бы не жалко. Для нее мне было бы не жалко. Но у нас есть ресурс. У нее есть ресурс. Она знает, что она может большего, и стоит большего, и хочет большего. Я думала насчет дома. Очень много думала. Я смотрю, я сейчас это мозгую все. Но это дорого. Это дорого. И нужно еще землю купить. И нужно ее купить там не где-нибудь в средней полосе России, а как-то поближе. Вот пока дурую. Ролан, в какой класс ходит ваш старший сын? Вот делаем уход, кстати. Ролан перешел в третий класс. Эльдарчик пойдет у нас в первый класс. А Багратули у нас пойдет в государственный садик. Ясный. Скоро школа. Как мне сойти с ума? Честно, я вот себе дала слово, что я с Роланом не сяду за уроки в этом году, чтобы он учился делать все сам. Нес ответственность за себя. Но я не ругаю его за плохие оценки. Я не создаю ребенку эту детскую травму. Я считаю, что не стоит это делать. Во-первых, потому что вы уничтожаете этим самым ребенком, нагружаете его. Вы создаете травму, страх и отторжение. Нас, мама с Катей, мама никогда не ругала ни за тройки, ни за двойки. Она просто говорила, что будете, значит, глупыми. Вот, посмотрите, какие глупые люди ходят. Будьте такими же. Вот на кого-то там показывала. Может, это не самый лучший пример. И мы, в принципе, когда хотели, тогда учились. Когда не хотели, тогда не учились. Но мы все равно обучаемые люди. Мы хотели учиться. Мы даже подружились с отличницей у себя в классе. И хотели писать лучше конспекты, красивее почерком, чем она. Хотели ее перещеголять. Выходили на литературе, рассказывали стих с движениями руками, чтобы быть лучше, чем эта отличница, потому что она нас кумарила. И учительница подошла к маме и сказала, что их нужно отдавать куда-то на сцену, потому что они так у меня рассказывают стихи. Не потому что мама с палкой стояла и говорила, что «Если есть, сука, ты не сяк, давай куп». Она мне говорила, она говорит, «Ну, будете, значит, ограниченными, если не будете учиться». Вот и все. «Расскажите, пожалуйста, про квартиры. Мечтаю тоже каждому сыночку купить по квартире. Пока только одному купили». Да вы красавчик, что вы купили хотя бы одному. В наше время это очень тяжело. Есть ипотеки, есть рассрочки. Можно сделать, но это непросто. Юля, год назад вы изменили мою жизнь. И на протяжении этого года мысленно вспоминаю вас и благодарю. Сейчас посылаю вам лучи добра. У меня аж мурашки. Я не ожидала. Очень приятно. Я желаю, чтобы ваша жизнь менялась только в лучшую сторону, и так, как вы хотите. Юля, откуда столько энергии у вас? На все есть силы. На детей, на мужа, на себя, уют, в квартире. Откройте секрет. Есть секрет. Во-первых, я очень энергичная мадам. А во-вторых, я черпаю энергию от всего их. Я научилась черпать ее от своих результатов. Я смотрю на своих детей, я черпаю энергию от того, какие они. Я смотрю на свой достаток. Да, я очень материально зависимый человек. Я люблю все, что у меня есть. Я вот это колечко смотрю, черпаю от него энергию. Черпаю энергию от квартир, от машин, от шум, от хорошей одежды, которую я в какой-то степени и сама добилась. Потому что мы росли с одной мамой, без отца, втроем. Ходили в обносках. Мое детство было бедным, но наполненным материнской любовью. Мама очень нас любила. И когда я маме говорила, мамочка, я так хочу вот эту кофточку, вот эти дужельки на платформе, но они такие дорогие. Она говорила, Юлечка, у меня маленькая песня. Но когда ты вырастешь, ты все себе купишь. Она всегда говорила, вырастите, заработайте, и у вас все будет. Вырастите, заработайте. И когда она умирала, она завещала нам дом, единственный, который у нее был на Западной Украине, в деревне. В Ленине, ни о чем. Она говорит, я умру, вы отказываетесь от наследства в пользу брата. Она говорит, потому что вы очень талантливые, ресурсные. Вы себе купите квартиры столько, сколько вы захотите. Ну и, конечно, я черпаю из этого энергию. Я черпаю энергию от отношений с супругом, конечно. Черпаю энергию. Я черпаю энергию от отношений с детьми, от общения с людьми, от общения с подругами, от того, что я вышла, вот вчера я вышла в метро, там столько людей. Я смотрю на них, смотрю на себя, понимаю, какая красотка. И черпаю энергию. Я черпаю энергию отовсюду. Просто нужно благодарить свою судьбу за то, что у тебя есть, людей хороших, которые у тебя есть. Надо вести жесткий отбор, оставлять возле себя только хороших людей, достойных людей. Не тратить время на тех людей, которые тянут с тебя энергию, которые абьюзивные, которые там, как ты говорила, токсичные люди. Их нужно просто сливать. И я даже выставляла об этом пост. Эфир сохраню обязательно. Так, Юля, как себя вести, если старшая дочка считает, что я ее люблю меньше, чем сыновей. Младшего года 7. Ему все больше уделяю, наверное, на юной. Объясняйте. Вот берете его на ручки и говорит, да, вот эта маленькая козявка сейчас присосалась со мной, потому что она маленькая. А тебя я люблю очень сильно. Просто когда-то так же я на ручках таскала тебя. Ты была маленькая. Он же не может сам сделать. Поэтому я делаю. Подойдите, обнимите ее, поцелуйте. Сходите с ней в кино, в конце концов. Уделите ей одно время, чтобы она понимала, что она важна для вас. Говорите ей слова. Очень многие родители, я столкнулась, кстати. Вот одна моя очень хорошая знакомая. Я подловила ее на том, когда мы с ней разговаривали, она вот так подружески подловила, что она не говорит слова любви своим детям. И она говорит, а ведь и правда. Я говорю, почему ты не говоришь своим детям? Я вас люблю. Вы у меня самые лучшие. Вы лучшее, что случилось со мной в этой жизни. Почему? Потому что вы кусочек меня. Вы мое зернышко. Я всегда буду вас любить. Говорите эти основательные фразы своим детям. Вселяйте в них эту уверенность. Обнимайте их, тискайте, прижимайте к себе. Целуйте их. Никогда не оставляйте их в слезах на ночь. Обязательно. Я уже три темы поменяла. Ну, кстати, вот вы своей дочке так делаете. Вы делаете ей это. Если вы это будете делать, у нее не будет ревности. Объясните ей, она же старшая. Скажи, зато тебе повезло больше всех. Ты единственная из всех детей была одна наша любимица. Пока ты была одна, ты получала всю любовь только в себя. А они уже делят ее с тобой. А как-то заинтересуете, да? Желаю вашим детям уроки успехов в новом году. Спасибо большое. Вы очень умная и красивая. Спасибо, что вы делитесь частичкой своей жизни. Очень приятно слушать, смотреть. Всего хорошего. Спасибо большое. Мне полежать еще надо будет, да, Сталин? Да. Супер, как раз пополтаем. Юля, дайте свет про семейную жизнь. Вы мудрая. Я слушаю, спрашиваете. Как посоветуете, как быть, если муж с ребенком не помогает? Устаю, раздражаюсь на него. Как просить о помощи, чтобы хотел помочь, а не отнекивался, что устал с работы, уходит полежать? На самом деле, я сейчас смотрю очень много лекций психологов, которые действительно говорят, что проблема семейной жизни в чем? В том, что мужчина работает в социуме, отдыхает дома. Женщина работает дома, отдыхает в социуме. И это совершенно психологически нормально, что он выслушал злого начальника, с лживыми коллегами какими-то там работал. Может быть, даже у него хорошее отношение. Он приходит домой лечь, полежать. А вы устаете дома. Дом – это ваша работа. Вы хотите накрасить губежки, одеть каблучки и пойти погулять. А он уставший лежит. И тут нужно находить золотую середину, договариваться, проговаривать это все. Вы попробуйте с улыбкой его попросить. Вот он лежит, смотрит телек после работы. Он же на работе устал. А вы киньте ему на пузо малыша. Иди к папе поиграй, да? Я чуть-чуть сейчас пойду, да? Помоги мне, пожалуйста. Ну, то есть без скандала. Не терпите. Не ждите, пока в вас закипит вот это вот все. А говорите сразу. И пусть это будет ваша маленькая победа. Просите его. Не говорите «мне помогаешь». Нет. Почему тебе помогаешь? Это ваш общий ребенок. И он, поверьте, будет очень сильно жалеть, если всю жизнь он проработает на своей работе, а дети вырастут незаметно. Я столько раз слышала от взрослых мужчин, знакомых моего мужа, что они жалеют о том, что дети выросли не с ними. Они на работе. Они всю жизнь проработали, и дети выросли незаметно. И не жалеют о том, что они не проводили время с детьми. Где покупаете школьную форму? Я еще не покупала школьную форму. В понедельник, 16-го числа приедут мои любимые сыновья. И мы пойдем покупать школьную форму. Ну, наверное, в детский мир поедем. Девчонки в группах советуют магазины «Офф Прайс», еще какие-то. Ну, я посмотрю, где получше, где цена подойдет. Я очень смеюсь, когда смотрю, как разговаривает Багратик. Да, он очень милый. Что делать, если родители обвиняют в том, о чем я даже и не думала? Очень абстрактный вопрос. Ваши родители, не ваши родители. Кэт молчит, потому что подписчиков хочет набрать побольше. Вообще, позиция странная. Переезды чуть ли не трусы показывают. А причины не говорят. Ну, конечно, не говорят. Потому что вот такие, как вы, и еще похуже вас, берут и хотят эти трусы раздирать, пережевывать. Вот люди, они, вы же не любите ее, вы же искренне не переживаете. Вы как куры хотите разгребсти вот это вот все, выбирать червяков. А зачем так открываться, если оно болит? Вы сами попробуйте так сделать. Жизнь блогера или человека, который на виду, она очень непростая. Ты должен понимать, что если ты откроешь душу и рану, которая еще кровоточит, тебе туда просто наплюют, нахаркают. И ты будешь жить с этим. Зачем это делать? Да, она написала в том, что она переезжает, что в семье раскол, потому что будут спрашивать из уважения к своим подписчикам. Но открывает больное, кровоточище, зная, сколько людей ненавидит, зная, сколько злопыхателей, она пока не готова, поверьте. И не каждый готов. И у меня очень много ситуаций в жизни происходит, которые я сейчас просто не готова озвучить. Хотя, когда я писала посты про проблему в семье, очень многие люди меня поддержали. Мне очень было приятно. Столько правильных решений. У меня тогда написали в директ. Я просто сидела в слезах, читала этот директ и успокаивалась. У меня уходил этот пыл, уходила злоба, уходило все. И я становилась мудрее. Спасибо. Мама никогда не делала. Вы Катю поддерживаете сейчас? Конечно, поддерживаю. 24 на 7 я поддерживаю. Неужели вы думаете, что близняшки не созванивают? Ну вы что? Ну почему вы такие наивные? Может быть, вы по себе чувствуете? Это сестра. Это сестра. Я всегда, всегда ей звоню, даже когда она не в такой ситуации. Я каждый день ей звоню. Я хочу с ней просто поболтать. Так, кто хочет узнать, что случилось с Катей, вы можете зайти к ней. Так, восхищаюсь. Большая молодец. Так, очень хорошо выглядите. Спасибо большое. Юля Джан. Где ваш брат? Ни разу не видела его. Наш брат не публичный человек. Он живет на Западной Украине. Желание как-то присылать видюшки, чтобы я скидывала свой инстаграм. У него нет. И это правильно, потому что он стаж у меня за 12 лет. Если мне 33, то посчитайте, сколько ему, зачем оно ему надо. Он все равно мой брат. Я его люблю, звоню ему тоже. Он приезжал к нам в гости. Ты умничка, сыновья подрастут, полегче будет. Вы знаете, я уже сейчас вижу, что мне становится чуть-чуть легче. Потому что Багратик подрастает, Роланчик стал очень ответственным взрослым мальчиком. Сто процентов поняла недавно. Есть люди по духу, которым ты нужен, а не то, что тот. Юля, вы прекрасная семья, детишки, невероятно обожаю. Спасибо, очень приятно такое читать. Юля, скажите, что мне делать, когда мама с третьей ругается постоянно? Что делать мне? А не лезь туда. Вот ругаются они, две сестры, и ругаются. Это их проблемы, это не ваши проблемы. Вы не должны влазить туда, не должны давать свою оценку. Мы что делаем на волосах? Сейчас Талина делает мне офигенный уход, после чего мы будем срезать мои концы. Я решилась. Тем более сейчас как раз растущая луна. Я сбегу себя только по луне. И это происходит раз в год, представьте. Едем дальше. Умничка очень мудрая. Вот такой я люблю читать, когда хвалят. А кому не нравится, когда его палят? Всем нравится, когда хвалят. Как слить мужчину, который влюблен по уши, а к нему ничего не чувствуешь вовсе? Обижу ведь. Ну, когда выйдете за него замуж, нарожайте ему детей только из-за того, что он вас любит, и потом плачете в подушку и извиняйте ему, потому что вы его даже не хотите. Так и скажите ему, честно скажите. Но, может быть, у вас сейчас идет такая реакция перенасыщения внимания, когда вы его сольете. Вы потом, может быть, будете рыдать по нему. Поэтому разберитесь в себе, честно, ответьте себе на вопросы и скажите ему правду. Всегда. Ну, в чем сила, да? Как в этом фильме «Брата». В чем сила, брат? Правду. Скажите правду. Не надо юлить, не надо скрываться. Чем дольше вы тянете, тем потом больше клубок вам придется распутывать. Вы прекрасная. Очень сохраните эфир. Спасибо большое. Юля, скажите, молитесь ли вы? Да, я молюсь. Я молюсь. И в чем в этих молитвах присутствуют все члены моей семьи и моя сестра. Да. Так. Был ли опыт с паническими атаками? Невыносимо уже психиатр тоже не помог. У меня была паническая атака. Когда вот проблемы были в моей семье, в моей голове, я проснулась ночью от того, что у меня вот так глаза. И я боюсь, что я сейчас умру. У меня колотится сердце, не хватает воздуха, я не могу вдохнуть. И я умираю. Мне страшно. Я пошла, просто накапала 40 капель карвалола. Но Катя мне сказала, что ей написали очень многие, что карвалол вреден. Поэтому нужно какой-то успокаивающий пример. Почему вы не устраиваете гиды? Потому что за это наказывает инстаграм. Там это незаконно. Еще какие-то. Молодец, правильно говорите. Ну, слава богу. И вы тоже собирались в Турцию? Да, собирались. Но тогда же закрыли границу. Мы собирались поехать в конце мая, в начале июня. Вот. Уже купили и билеты, и все. И получилось так, что границы закрыли. Авиакомпания вернула, кстати, очень добросовестно, стопроцентно стоимость билетов. А принимающая сторона в Турции согласилась заморозить путевку до того времени, когда будет удобно нам. Ну, и сейчас получается так, что как-то не до него. Вроде как отдохнули. Теперь дети у родителей. А сейчас уже школа. Как-то прерывать школу. Я думала, может, в октябре поехать. Ну, пока думаю, в общем. Вы открывали салон красоты. Где он? Мы не открывали салон красоты. А если не помогает, Юля? Он избегает этого участия в жизни ребенка. Ну, значит, у вас такой муж, который избегает участия в жизни ребенка. Я даже не знаю. Заинтересовать его надо. Значит, ваш вариант. Семейный поход в какой-нибудь торговый центр в субботу, в воскресенье вместе с ним. Он устает на работе, наверное. Не знаю даже, что делать. Вот. Я уверена, что там проблема намного глубже. Счастье тебе и твоей семье. Спасибо большое. Так, про маму и тетю я ответила. Мудрая, класс. Спасибо большое. Советы мудрые. Спасибо большое. Очень приятно. Вот так вот. Теперь эфир будет в записи. Я его сохраню. Счастья тебе огромное. Спасибо большое. Делали ли прививки? Вот я сейчас как раз хочу сделать прививку. Где их делают? Эту прививку от ковида? В торговых центрах или поликлиниках? Где? Скажите мне, пожалуйста. Потому что сейчас я понимаю, что уже акклиматизация после приезда прошла. Я даже закаляюсь. Я купаюсь. Потом обливаюсь конкретно холодной водой. И даже не пикнула. И как раз надо идти и сделать прививку. Кайф, когда моют голову в салоне красоты. Да, это неописуемый кайф. Потому что дома мы моем как голову в ванную. А тут я просто лежу. Да. За что ненавидеть хоть блогера? Понятный вопрос. Люди обычно ненавидят и зависть. Я очень много, кстати, читаю высказываний всяких. И делаю репосты этих групп, этих постов к себе в историю. И те, кто на меня подписаны, на меня подписаны, они читают, что зачастую человек в другом человеке, заглядывая ему в душу, видит зеркало. И все, что мерзкое вы увидели в человеке, это вы. И даже психолог, которому я хожу и пользуюсь консультациями, так мне и говорит. Юля, если тебя обозвал человеком, это значит, что он обозвал тебя либо своим комплексом, либо тем, кем ему никогда не стать. Вот проходит девушка на каблуках, да, такая стройная, длинноногая, сидят бабки, щелкают семечки и говорят, оп, проститутка! Ну, конечно, проститутка, потому что вы в своей жизни не были яркими, красивыми, на которых бы мужики не сворачивали бы голову. И, конечно, вы никогда не станете такими. Ваше время уже ушло. Поэтому так обозвали. И каждый человек обзывает тебя тем, что его самого беспокоит. Вот тот человек, который комплексует из-за весы, обязательно всех назовет жирными. Тот, кто комплексует из-за своего ума, всех будет назвать тупыми. Ну, то есть, так далее и так далее. Как мастер реагирует на ваш прямой эфир? Сталина очень адекватно реагирует. Очень нравится. Да, мы с ней все это обсуждаем 150 раз. Мне надо выпить в душе. Да. Вот так, вот такой вот мастер классный. Все правильно. Муж жалеет, что упустил сына, ровесника Ролана. Теперь от дочки 4-х лет не отходит. И говорит, я и так сына упустил. А, насчет того, что муж работал и с сыном не проводил время. Вот, видите, очень здорово, что моя гипотеза подтвердилась. Самое ценное, самое лучшее в нашей жизни – это наши дети. Но мы, к сожалению, понимаем это очень поздно. Очень поздно. Когда уже мы их проворонили, когда мы не сидели с ними, не играли в конструктор, не ходили на качели. А когда эти дети выросли, недаром мне часто очень попадается на глаза выражение «Дыша прохладой на детей, рискуешь в старости замерзнуть от мороза». Забдумайтесь над этим. Только в старости, когда мы получаем ответ, вот это холодное обращение детей к вам, отношение, вот это холодное безразличие, мы тогда понимаем, что да, мы где-то упустили. А лучше сразу задуматься, может быть, на чужом опыте. «От развода никто не застрахован. У Кати новая полоса в жизни». Да, конечно, новая полоса. Новая полоса. Катя не жертва. Катя очень ресурсная и энергичная девушка. Так, давайте, интересные вопросы, а то скоро будем сушиться, да? Ты смыла уже? Стричься. А, мокрые будем стричь? Стричься. Юля, всегда смотрю вас в сторис. Спасибо большое. Мальчики, у вас супер. Юля, как вы с Тиграном преодолели ваши проблемы? Почему Катя решила так резко оборвать? Ну, во-первых, у нас с Тиграном и у Кати с Лешей проблемы совершенно разного характера. И я такой человек, который сразу, вот я понимаю, что что-то некомфортно, некомфортно, я сдавлюсь, сдавлюсь, а потом я все-таки это выливаю и я высказываю. Я обращаюсь к психологу, я начинаю искать информацию для того, чтобы эту ситуацию решить. Я все ситуации решаю. Я никогда не откладываю в долгий ящик. И проблему с Тиграном мы решили очень, кстати, непросто. Я и к психологу ходила, и многое поняла у психолога. Переоценка у меня прошла совершенно. такая серьезная. Но и Тигран был готов слышать, был готов меняться, был готов работать. Да, он был готов. Мы работали вдвоем. Он понимал, что что-то идет не то. Саму причину и все вывернуть вот так вот, как чебурек раскрыть, я не готова. вот, но работали, проговаривали, и видно, что обоим нужна семья. Обоим все нужно. Просто Тигран у меня, я недаром его нахваливаю в постах, не для того, чтобы Кате там сделать больно, что типа вот, посмотри, какой у меня Тигран. Тигран у меня на самом деле очень мыслящий, мудрый человек. Он умеет слышать. То есть он, конечно, как и все мы люди, если там что-то заставлять, он дает какую-то реакцию, но в итоге потом он приходит к какому-то мудрому решению, и он всегда за семью. Он очень любит семейные ценности, он это ценит. Вот, что-то я скинула. Он ценит все, что касается семьи, что касается вот, семейного счастья. Ну, то есть, короче. Ну, или, наверное, я подбираю нужные слова благодаря тем же самым психологам. Поэтому сейчас будем шуметь феном и записывать, как падают на зим мои сухие концы. Поможет мне в этом Сталина. Спасибо большое, что вы слушали меня. Это очень приятно. Я надеюсь, что... Мои советы есть в рубрике «Семейные советы с Алибековой». Заходите туда. Я надеюсь, что этот эфир будет кому-то полезен. Я его запишу. Но сейчас мне нужно бежать. Как мне раздражаться на людей, которые ноют, что им не хватает денег? Как кому-то хорошо везет, а у них просто кто-то другое. Прям бесит это. Так вот и слейте их и не слушайте этих нытиков. Это энергетические вампиры, которые просто вампирят с вас энергию. Сливайте, сливайте этих людей. Не нужны они, эти нытики. Но вообще психологический прием, если вы не готовы слить, психологический прием заключается в том, чтобы не реагировать на это нытье. Не поддерживать, никак не отвечать. Просто не давать реакцию. Человек поймет, что не в коня корм будет ныть кому-то другому. А на самом деле вот эти вот нытики, негативщики, вечные жертвы, они просто хотят питаться вашей энергией. Вот и все. Спасибо всем. Мало, конечно, мало, конечно, посмотрели. В следующий раз нужно вам посмотреть побольше. Так, я выключаю. Как выключать?